Прошедшие несколько дней одарили нас настоящими крещенскими морозами. Только до христианского праздника еще несколько дней. Да и в крещенскую ночь погода будет далеко не морозная. Морозами в Сибири никого не испугать. Да и в бывшем Симбирске этой погодой не удивишь. Почти каждую зиму столбик термометра, да и опустится до минус 30. В истории области были зимы, когда температура достигала и минус 50. Такой холодный день зафиксирован в январе 1942 года. Считается, что самый холодный месяц – февраль. Свой статус подтвердил еще в 1930 году. Тогда был зафиксирован самый холодный день в этом месяце. Им стало 13 число, тогда в Ульяновске было минус 41. Новый год преподнес жителям области морозный подарок. Столбик термометра, опустившийся до минус 40. Но благо такая погода продержалась всего несколько дней и уже идет на спад. Арктический циклон уходит на юго-восток, а к берегам Волги подходят атлантические потоки. На следующей неделе погода может удивить температурой в 0 градусов. Это все связано с общей циркуляцией атмосферы. Это очень сложная структура механическая, да, потому что атмосфера взаимодействия с космосом и с морскими течениями. Вот, сейчас какой-то очень необычный период в морских течениях происходит. Но мы это, в общем-то, не изучаем. Наша организация с этим не связана, просто из отдельных источников. Поэтому вполне возможно, что идет противоборство этих течений теплых и холодных над океанами. И это влияет на состояние атмосферы в целом. В этом году зима переменчивая. Тепло сменяется похолоданием, снег, ледяным дождем и трескучим морозом. Такие погодные скачки особенно чувствуют метеозависимые люди. Головные боли, боли в мышцах и суставах, сонливость, повышенное или сниженное артериальное давление. Мете чувствительности особенно подвержены люди с хроническими патологиями, болезнями сердца, эндокринными нарушениями, психическими расстройствами, заболеваниями костей и суставов, а также люди, пережившие травмы и операции. Таблеток здесь никаких, конечно, не предпринимается и ни к чему. Просто нужно упорядочить свой режим дня, режим отдыха, обязательно полноценный сон, полноценное питание. Потому что если человек, допустим, голодает и плюс вот стрессовая такая ситуация с погодными условиями, то это будет только во вред организму. Поэтому, да, еще я хочу предупредить, что ни в коем случае не прекращать прием препаратов, которые принимает человек постоянно. Резкая смена погоды – стресс для организма. В такие моменты важно всегда одеваться по погоде, быть осторожным в гололед, держать ноги в тепле и стараться лишний раз не выходить из дома. Особенно это касается детей и пенсионеров.